Больше как 100 женщин с Гомеля и 5 районов области принимали сегодня подарки и веншавания. Так завершилась областная акция «Дорогое слово мама», которую восьмый раз организовала областное отделение Белорусского фонда мира. До веншавания удалился Ганна Корольчук. Все летние ущенования в Гомеле проходят на передние 75-ти годы за вызволение областного центра от фашистских захопников. Миновито мать и, как никто и инший, выступают за мир и сгоду на земле. Был часы конфликта у воинов, яны переживают за своих детей. Кабы дать Данину поваги героям, подяковать за мирное небо над Гомелем, делегация Жаншину склала вянок для вечного огню. Мероприемство протягнулося концертом у стенах Гомельского державного медицинского университета. Когда выступают на сцене и детки, и говорят о матери, вы знаете, что большинство матери слезы на глазах появляются. Потому что им же некогда это послушать, особенно женщинам-производственницам. Так они хоть здесь отвлекутся и еще раз услышать добрые слова именно о матери. Головная мета акции «Дорогое слово мама» – показать, что Жаншина-Маті может поспевать усе, досягать поспеху на работе и быть соправдной господиней дома. В этом году Головных героинь свята ушановывали в пяти номинациях. В средах шмадзетные мати, Жаншины-специалисты, представницы громадскости, промысловости и Жаншины-керовники. Сложнее быть, наверное, все-таки добрым и отзывчивым человеком и на работе, и дома. Чтобы проблемы рабочие не переносили в семью или наоборот. Вот здесь надо держать баланс, который достаточно сложно иногда бывает удержать на плаву. У меня в семье одни мальчики. У меня два сына и четверо внуков. Замечательные ребята. Ну вот такая у нас дружная мужская компания. Прием у Гомеля стал кульминацией акции, якая проходила на протягу святочного титня у разных кутках нашего региона. За эти дни подарунки и веншавания отримали 300 клопотливых, отказных и самоотданных женщин Гомельщины. Ганна Корольчук, Валерия Гапанько, телерадио компания «Гомель».